здравствуйте уважаемые зрители канала хобби в райце сегодня с вами хочу поговорить на такую важную тему и наверно серьезную тему где лучше выращивать виноград в северных регионах в теплице или на улице для меня ответ очевиден ну а как для вас итак поехали кстати если вам интересны ролики по выращиванию винограда то ссылки на них есть внизу описание также появляется вверху виде подсказок но и все ролики по этой теме можно найти в соответствующем плейлисте несомненно есть ряд регионов конечно возможно не все назову но вот я считаю средний и северный урал к ней непосредственно я живу север белоруссии северные регионы всей европейской части россии но я также северные регионы азиатской части если в тех же самых областях южных регионах можно выращивать как-то пытаться виноград на улице то в северных частях точно гарантированно виноград можно выращивать только в теплице и самое главное что даже если вы выращиваете его на улице это не значит что там ничего не надо это вот как на юге показали до виноград укрыли на зиму открыли на шпалеру подвязали и он растет все вовсе не так даже выращивая виноград в открытом грунте у вас будет целая куча работ которых в принципе на юге нет вам в любом случае нужно будет делать какое-то укрытие чтобы весной виноград пораньше у вас начал вегетацию и подольше осенью опять же эта вегетация продлилась а самое главное чтобы к осени вызрела лоза нужно будет бороться постоянно заморозками с возвратными и те которые начинаются в сентябре а у нас вообще не в августе начинается просто так на улице в северных регионах виноград не вырастет но пришел я к этим выводам конечно же не сразу пришел с многими пробами и ошибками с многими годами экспериментов но сейчас я вам подробно все и расскажу я считаю что лучше учиться на чужих ошибках нежели на своих но мне за мою виноградную деятельность пришлось ну практически 99 процентов ошибок пройти на собственном опыте и этот опыт иной раз бывает очень такой жесткий обучающий но мысли приводит в порядок начала заниматься виноградом очень так поверхностно любительски просто напросто ткнуть земли глядишь там может что-нибудь вырастет с 2007 года каждый год мы какие-то покупали там один-два саженца садили виноград рос до осени лоза не вызревала и вообще весной ничего не просыпался это естественный понятный процесс принципе внутри было какое-то непреодолимое желание но по факту ничего не получалось но так или иначе все-таки один виноградный кустик у нас прижился и вот уже где-то с 2010 года он начал нам приносить урожай а полученный первый урожай это уже какой-то результат грандиозные планы и т.д. и т.п. постепенно начал изучать какую-то литературу в принципе в теории ну что-то могло получиться с одного густа я начал уже сразу же покупать несколько сортов устраивать шпалеру устраивать виноградники все это было на улице сегодня 9 августа виноград который садил в этом году на данный момент уже находится вот в таком состоянии глаза конечно тоненькая не знаю успеет ли вызреть там на пару тройку почек хотя бы на парочку бы почек вызрело было бы очень неплохо вот обязательно в этом году обрежу на вызревшую если все не вызовет придется полностью обрез потому что в том году сделал грубейшую ошибку оставил фактически всю лозу лоза была не вызревший и следствие в этом году очень тяжело принимался виноград в рост прошлогодней посадки чтобы не было такого очень болел весной пытался видимо гнал он еще в мертвую глазу сок она никак не отвечал вот поэтому ничи обязательно обрежу сюда вызревшие за глаза жалко конечно такие большие плети наросли и а и и и и и вот это у нас виноград прошлого года посадки сорт алешеньки ничего фактически с нуля вот начал расти если посмотреть чем много в том году был прирост также как вот примерно в этом году у винограда и все абсолютно ничего не вызвало все умерло может даже и вызвало пару почек но из-за того что я не делал обрезку в итоге глаза начала расти с самого нуля потеря во времени практически а год потерял по времени в этом году виноград мог уже иметь вырастить две хороших лозы а вот пока вот такая она посмотрим насколько она вызреет еще в этом году фактически весь виноград у меня пошел самого начала потому что в том году я говорю оставил все все вымерзло до весной обязательно использовал методы укрытия искусственного чтобы раньше стартанул лоза чтобы как-то защитить от возвратных заморозков но не всегда это помогало даже под укрытием виноград зачастую били заморозки ну а тут уже ни о каком урожае речи нет лишь была за уж вызрела но и этого не всегда удавалось достичь имея вот такие вот сильные возвратные заморозки ни о какой стабильности тоже уже речи нет то есть не каждый год мы получали то урожай вот если лето повезет хорошая весна хорошая заморозкой минимальный то тогда и все получится другой вопрос когда ты высаживаешь же целый виноградник строишь какие-то планы видишь что у тебя вот есть урожай и вдруг наступает 14-15 год когда два года сподряд лето было ужасное или дожди была погода плюс 13 градусов для винограда это вообще близкая к нулю плюс 10 это виноград не растет представляете целое лето вот такой погоды то есть ни о каком урожае ни о каком вызревании лозы вот в эти два лета речи не шло из-за того что вообще никакого прироста практически не было на взрослых кустах максимум был метр прироста на молодых кустах вообще прироста практически не было по 50 сантиметров все это истощило просто-напросто виноградник конечно глаза не вызрела в пятнадцатом году какие-то еще сорта у меня стартанули от головы куста в шестнадцатом году у меня остался один куст который тоже пол лета еле-еле там в июле месяце стартану царете насколько был сильный удар другой стороны в эти же года я чисто для эксперимента высадил лишние саженцы в теплицу и какого было моего удивления что даже вот в эти вот ужасное лето виноград в теплице так или иначе вырос вызрела лоза и я получил даже какой-то урожай вот с тех пор для меня больше вопрос выращивать где виноград в теплице или на улице не стоит каждый год так или иначе несмотря ни на какие погодные условия в теплице лоза пусть даже немного пусть бывает даже такие годы что на пол метра но обязательно вызовет а это уже гарантия на следующий год что у меня будет урожай и каждое лето какое больно не было заливное отвратительное холодное так или иначе я получал урожай сегодня мы посмотрим как на 17 июня выглядит виноград в теплице а также на улице на 17 июня уже большинство сортов отцвели и даже уже есть зависть то есть есть маленькие ягодки размер у некоторых сортов достигает спичечной головки большинство сортов винограда также уже достигают роста примерно метр семьдесят ну по крайней мере второй проволоку уже практически все переросли причем у нас прошли череда заморозков никто их уже в июне месяце ну по крайней мере после 10 числа особо не ожидал у нас опять стоит достаточно прохладная погода и ночные температуры опускается до плюс 2 градусов если посмотреть в теплице от этой температуры виноград не страдает из всех кустов которые у нас растут на улице винограда этот куст имеет максимальный прирост но тем не менее его абсолютно нельзя сравнивать по размеру с тем что сейчас мы наблюдаем в теплице однако такие низкие температуры иногда видимо переходили минусовую планку и местами виноград подмерз конечно от такого куста уже особо ждать ничего не приходится он отстает очень сильно в развитии плюс ко всему его прихватили заморозки теперь две недели в росте он точно потерял есть кустики которые имеют вот такой вид побеги отрасли ну буквально 1-2 сантиметра есть еще только что просыпающиеся почки на 17 июня некоторые кусты только начинают трогаться в рост естественно ни о каком вызревании лозы в этом сезоне не идет речь а большинство кустов даже не тронулась в рост и на данный момент вот так выглядит стабильность конечно в теплице практически гарантирована да там тоже нужно укрывать виноград весной точно также давать ему старт прикрывать его осенью все это защита от заморозков но эти все работы уже централизованы в одном месте гораздо проще устроить это все дело в теплице когда я вижу в комментариях что вот я все равно попробую выращивать виноград в открытом грунте пожалуйста выбор ваш для меня он уже давно сделан и очевидно вы все-таки свои доводы напишите в комментариях напишите регионы где вы живете и где вы считаете более целесообразным выращивать виноград на улице или в теплице если вам понравилось видео ставьте палец вверх пишите комментарии задавайте вопросы поделитесь своим опытом подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео успехов и до новых встреч